И последний вопрос на сегодня. Если один из людей заявляет то, что этот подобранный ребенок его ребенок, то есть является его сыном или его дочерью, родным его ребенком, то принимается ли это заявление и приписывается этому ребенку ли его фамилия или нет. Говорит Ибн Кудама, нет никакого разногласия среди ученых, то что если об этом заявляет мужчина, мусульманин, свободный, то он приобретает этого ребенка, в том смысле, что этот ребенок приписывается к нему и ребенку приписывается фамилия этого человека, этого мужчины. Но с каким условием? С условием, что этот ребенок действительно может быть его ребенком. То есть могут быть такие ситуации, когда известно, что этот ребенок не может быть его ребенком. Дальше. Теперь Ибн Кудама начинает разъяснять. Почему? Если какой-то человек заявил о том, что этот найденыш является его ребенком, и этот человек, заявляющий, является мусульманином, свободным мужчиной, то его заявление об этом принимается и фамилия к ребенку приписывается. Потому что, говорит, это является, во-первых, самопризнанием. То есть человек признает ребенка, а человек, если признает ребенка, должен его содержать, должен его воспитывать и так далее. То есть берет на себя много обязанностей. То есть, навряд ли человек будет признавать это просто так. Во-вторых, потому что в этом только польза для ребенка. Никакого вреда ему от этого нет. Почему? Потому что человек мусульманин, в неверии его не приведет, потому что он свободный, в рабство его не приведет и тому подобное. Ему только польза от этого. А также никому другому от этого вреда нет. Поэтому это заявление принимать. Так же, как если бы человек признал в пользу этого ребенка имущество. Сказал, я ему должен, например. И тому подобное. Дальше. Теперь следующее. Теперь смотри. Если человек, который заявляет о том, что этот ребенок является ребенком его, мы смотрим, кто этот человек. Если это тот же самый человек, который его подобрал, то этот ребенок остается в его руках. Все, здесь, говорит, проблемы нет. А если это какой-то посторонний человек. То есть человек пошел, ребенка подобрал. Потом пришел какой-то посторонний, говорит, это мой ребенок. Ты почему его подобрал? Он лежал на асфальте под солнцем, а я его оставил там. То в этом случае, говорит, в этом случае он может забрать этого ребенка из рук того, кто его подобрал. Говорит, потому что, говорит, было установлено то, что он является его отцом. То есть, отец имеет преимущественное право над ребенком, нежели тот, кто его подобрал. Поэтому, говорит, он имеет преимущественное право относительно своего ребенка, так же, как если бы он привел на это доказательство. Теперь вот следующее ответвление. Говорит, а если тот, который заявляет, что он является отцом ребенка, является рабом, то есть, в первом случае, кто был заявляющий отец, был свободным человеком, мусульманином, свободным человеком. И теперь другой вопрос. А если вот этот вот заявляющий является рабом, так же, говорит, он засчитывается как отец, и этому ребенку приписывается его фамилия. Потому что, говорит, это, как бы, человек уважается, так, уважается его право на отцовство. Поэтому, говорит, этому ребенку приписывается фамилия этого человека, так же, как приписывается фамилия свободного человека. И это мнение, кроме имама Ахмада, также принадлежит имаму Шафии, также другим. Но, говорит, что здесь есть одно исключение от первого случая, то есть одна разница от первого случая, то, что если рабу приписывается этот ребенок, и он считается его отцом, то этот ребенок забирается из его рук и не дается ему его воспитание. Потому что, говорит, этот раб занят тем, что служит и рабствует перед своим хозяином. А также, потому что этот раб не обязан содержать этого ребенка. Почему не обязан? Раб ничем не владеет. На какие деньги он будет содержать, если все его деньги находятся у кого у его хозяина? Говорит, а также его хозяин не обязан воспитывать и содержать этого ребенка. Потому что ребенок, его постановление, то, что он свободный. И его содержание ложится на казну мусульман. С этим вопросом разобрались, со вторым. Смотри, если заявление об отцовстве подает раб, говорит, я являюсь его отцом. Ты кто? Я, говорит, раб. Отцовство устанавливается или нет? Отцовство устанавливается. Фамилия к ребенку приписывается этого раба или нет? Приписывается. Но на воспитание рабу отдается или нет? На воспитание не отдается. На воспитание не отдается. Почему? Потому что ребенку приписывается постановление о том, что он свободен. И кто должен содержать этого ребенка? Казна, говорит. И уже судья назначает ему опекуна, который будет его воспитывать. Теперь третья ситуация. А если тот, который заявляет о ребенке и о том, что этот ребенок является его, является зиммием, иудеем или христианином, говорит. То же самое, как с рабом. Фамилия приписывается, отцовство устанавливается. Потому что, говорит, христианин или иудей сильнее, чем раб. Правильно, что на отцовство. Говорит. Потому что, говорит, свободный человек, христианин иудей, женится и тому подобное, и может брать рабыню. То есть у него, смотри, у свободного христианина со скольки сторон ребенок может прийти? Может прийти ребенок от жены, может прийти от рабыни. А у раба со скольки сторон может прийти ребенок? Только от жены, если он женится. Потому что рабыню он не может взять себе, рабыню. Понятно ли? Даже сам раб, потому что. И второе мнение в этом вопросе относительно земли, относительно иудея-христианина, это мнение Абу-Саура. То, что к этому христианину этот ребенок не приписывается. Потому что постановление этого ребенка, то, что он мусульманин. Как мы говорили, найденыш. Ему какие постановления приписываются? То, что он свободный, то, что он мусульманин. А здесь, говорит, отец получится, кто христианин. Говорит, это слово неправильно. Отцовство приписывается. Почему? Потому что этот человек заявил об отцовстве относительно такого ребенка, относительно которого никто такого заявления не делал, и его род не установлен, его фамилия не установлена. Говорит, Юмкин аньякунамин. И также в природе возможно, что этот ребенок является действительно ребенком этого христианина. И в этом, говорит, признание. То есть, если земли признаются, что это ребенок его, нет, говорит, никакого вреда посторонним людям. Говорит, кальмуслим. Поэтому его признание устанавливается, так же, как если бы признался, кто мусульманин. И за саббат Ахаза, если мы это установили, говорит и внук Удама, если ты это понял, то знай, что он приписывается к этому христианину лишь в фамилии, но не в религии. Говорит, и этот христианин не имеет права на воспитание этого ребенка. Значит, смотри, кто-то может удивиться, как мы можем приписать этого ребенка к христианину, потом этот христианин выведет этого ребенка из ислама, приведет его к христианству. Говорим, нет. Ребенку дается лишь фамилия. Относительно этого христианина останавливается лишь отцовство. Но этот ребенок сам в руки христианина не отдается. Назначается этому ребенку свободный мусульманин, как опекун, и опекает его, воспитывает его. Понятно ли нет? А эта земля не имеет права на опекунство этого ребенка. Почему? Потому что понятно, что если он заберет этого ребенка к себе, то он выведет его из ислама и приведет его к христианству. Это является великой хасарой, является великим ущербом для этого ребенка. Так и от имама Шафии в одном из двух мнений от него пришло, что этому ребенку приписывается постановление религии его отца в данном случае. То есть религии кого? Христианство. Нам это мнение является неправильным. Говорит имама Шафии, потому что любой, кто приписывается по фамилии, должен приписываться также по религии. Говорит, но даже имама Шафии в этом вопросе говорит, что между ребенком и между отцом здесь в данном случае разлучается. И ребенок не дается этому христианину в руки на воспитание. Говорит имам Худама, а за нас то, что относительно этого ребенка есть изначальное постановление об исламе. Так как он кто? Подобранный, найденный ребенок. То есть если бы у христианина, допустим, живет христианская семья, земли на мусульманской территории, у них родился ребенок. Каково постановление этого ребенка? Мусульманин он или христианин? Христианин. Потому что он родился у них, известно то, что они его родители. А этот ребенок является каким? Изначально подобранным, изначально брошенным. То есть по факту его бросания, то, что он является найденным, уже по факту этого на него устанавливается постановление ислама. И кто его потом подберет, на его религию уже не влияет. Христианин подберет и заявит, что он его отец. Или мусульманин заявит, что его отец. Он в любом случае остается мусульманином. То есть, брат, постановление о религии на него изначально выносится по факту того, что он брошен. Все, он брошен, он как бы ничейный на данный момент. На него установилось постановление, что он мусульманин. Потом, если кто-то начнет заявлять об отцов сына этого ребенка, мы уже не спорим, какова его религия, того, кто его заявляет. Этот мальчик или этот ребенок, девочка, допустим, все равно остается кем? Остается мусульманином. Поэтому говорит, в этом случае не принимается, говорит, слово «зимми» относительно неверия этого ребенка. Как если бы этот ребенок был с известной фамилией. А также потому, что заявление о том, что этот ребенок христианин противоречит внешнему. Потому что внешне ребенок, найденный на земле мусульман, является мусульманином. Поэтому это заявление просто так, необоснованное, не принимается. Так же, как если бы кто-то начал заявлять, что этот ребенок является рабом. Как ты докажешь, что он раб? Как ты докажешь, что он не мусульманин, а христианин? И так далее. Говорит, ва ли анну леутаби ау фидини, лам юкбаль ихрару бинасаби, ля анну якуна и дарарам бих. А также потому, что если бы мы сказали, что этот ребенок последует за своим отцом в религии, то мы бы не приняли у этого и христианина, и иудея вообще заявление о том, что это его ребенок. Изначально. Почему? Помнишь, брат, в самом начале, когда мы сферу ситуацию еще рассматривали, говорили, если о ребенке, то есть об отцовстве на ребенка заявляет свободный мусульманин, сказали, принимается заявление, даже без доказательств. Почему? Потому что сказали, нет в этом вреда ребенку. Ребенок от этого получает только пользу. А здесь, говорит, если бы мы сказали, что ребенок последует за отцом в религии, то мы изначально у этого христианина даже заявление на отцовца не приняли бы. Потому что в этом уже есть вред ребенку. Говорит, в этом случае, говорит, что это заявление не было бы принято. Когда варрик, как если бы ребенок следовал за отцом в рабстве или в свободе, не принималось бы заявление раба о том, что он является отцом. Почему? Потому что здесь получится, что нормального свободного ребенка пришлось бы перевести в рабство. Говорит, а здесь, почему мы этого христианина утверждаем как отца? Потому что в этом чистая польза для ребенка. То, что у него появляются фамилия, у него появляются родственники, у него появляется известное семейство и род и тому подобное. И никакого вреда ему нет. Почему? Потому что в религию их он не переводится и им на воспитание не отдается. Но он останется, иншаллах, мусульманином. Говорит, поэтому его заявление этого христианина принимается. И говорит, если бы он следовал в этом за религией своего отца, то нельзя было бы принимать заявление этого христианина. Потому что это является великим вредом ребенка и великим позором, как в этой жизни, так и в следующей. Значит, подведем итог относительно этого нашего вопроса. Если человек какой-либо заявляет об отцовстве на найденного ребенка, без разницы, он его подобрал или не он его подобрал, как в этом случае поступает? Говорим, может быть, три ситуации. Первое, если об отцовстве заявляет свободный мусульманин, тогда его заявление принимается, он считается его отцом, ему приписывается его фамилия и он забирает его на свое воспитание. С этим разобрались или нет? При этом, если его уже кто-то другой подобрал, то этот вот новоявленный утвержденный отец идет и забирает из рук этого человека своего ребенка. То есть человека, который его когда-то подобрал. Все это первое. Второе, если об отцовстве заявляет раб, мусульманин раб. Или третье, об отцовстве заявляет кто? Христианин или людей, земли, которые живут на территории мусульман. Так, их заявление принимается или нет? Без всякого доказательства. Говорим, принимается. Ребенку приписывается фамилия, отцовство этих двоих устанавливается и тому подобное, но на воспитание им он не отдается. Ребенок не отдается на воспитание ни рабу, ни христианину, а отдается на воспитание опекуну, которого назначит правитель из свободных мусульман. Все, вот этот вопрос ясен или нет? Вопрос, иншаллах, понятен. Так, остальные вопросы этого раздела, иншаллах, оставим на завтра. Продолжение следует...